Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прихожу. Капитан говорит, я вас уже три часа жду. Я говорю, а вас что, никто не любит? Почему? Я говорю, а потому что влюбленные часов не наблюдают. Вы напрасно шутите. Ваш сын катится по наклонной плоскости. Я говорю, потому что улицы песком посыпать надо. Вон, старушка, подскользнулась, шла в булочную, а прикатилась в секс-шоп. Увидела, что там продается, так домой уже бегом бежала. Припрыжка. Он говорит, я вас вызвала поговорить о вашем сыне. На прошлой неделе он украл у товарища велосипед. Я говорю, молодец. В то время, как другие пиво пьют, он спортом интересуется. Я, между прочим, тоже в детстве в волейбол играла. В настольный. У меня любимый вид борьбы. Дзюдо, дзюпосле. Он говорит, может, у вас еще черный поезд? Я говорю, зачем мне черный? У меня в цветочек с бантиком. Он говорит, а вчера ваш сын пытался угнать машину. Я говорю, ничего страшного. Просто мальчик ее перепутал с велосипедом. Ну, как их можно перепутать? Я говорю, а потому что велосипед и машина одного цвета. Или вы дальтоник? Вот скажите, какого цвета на мне кофточка? Вот розовая. Я говорю, вот видите, а ее вообще нет. Я в платье. Кстати, вам эта форма очень идет. У вас глаза такие же круглые, как у коровы беременной. Он говорит, при чем здесь корова? Я говорю, корова здесь ни при чем. Он говорит, что ваш сын делает сегодня ночью? Я говорю, а вот это уже не тактичный вопрос. Я же не спрашиваю, что сегодня ночью делали вы. Он говорит, я ничего не делал. Я говорю, это и видно. Кстати, вам какие цветы больше нравятся, гвоздики или розы? Он говорит, розы. Я говорю, хорошо. Я вам принесу четыре штуки. Да вы поймите, ваш сын связался с плохой компанией. Я говорю, если вы имеете в виду себя, я ему скажу, чтобы он больше сюда не приходил. Ну так все, идите. Баба с воздуха, кобыли легче. Я говорю, а мужик с воздуха? Он говорит, меньше на воздух. Я говорю, как вы все правильно понимаете? Еще вопросы будут? Он говорит, нет. То есть да. То есть нет. Слушайте, как меня зовут? Я говорю, если хочешь, я буду звать тебя котик. Я говорю, спасибо. А то меня во дворе все только козлом зовут. И заплакал. И что-то мне так жалко его стало. Подошла к нему, смотрю, думаю, ну что же мы бабы с нашими мужиками делаем, а? Ну смотри, какой он бледный весь. Скоро голубым станет. Погладила его по голове и говорю, не плачь, мой капитан. Теперь я с тобой буду. И мальчик у нас с тобой будет золотой. Согласен? Он говорит, так точно. Я говорю, тогда за мной шагом марш. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...